Тема дня В июне 2015 года в Париже состоялся необычный судебный процесс, главным фигурантом которого стал Наполеон Бонапарт. Так у Французской Федерации дебатов решили отметить 200-летие битвы при Ватерлоу, которая обернулась для императора сокрушительным поражением. Некогда Великая Армия была разбита, а его самого вынудили отречься от трона и отправили в ссылку на остров Святой Елены в Атлантическом океане. Организаторы исторического судебного процесса считают, что тогда, в 1815 году, с Наполеоном поступили несправедливо, не предоставив ему права защищаться в суде. Кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы такой процесс состоялся. Но история не знает сослагательного наклонения, так что это изгнание стало началом конца жизни одной из величайших личностей в мировой истории. По некоторым источникам, узнав о том, куда его отправляют англичане, Наполеон воскликнул «Я предпочел бы, чтобы меня выдали бурбоном, это равносильно подписанию смертного приговора». На острове Святой Елены ему действительно было суждено провести последние шесть лет жизни. По сути, он был пленником англичан, которые постарались увезти его как можно дальше от Европы и изолировать от верных единомышленников. Об этом этапе жизни бывшего императора Франции сохранилось много мемуаров, в том числе и дневники, которые вели сам Наполеон и его ближайшие соратники. Рассказывает доктор исторических наук, доцент кафедры «Новые и новейшие истории Московского педагогического государственного университета» Александр Орлов. У него было поместье там отдельное, поместье, которое называлось Лонгавуд на острове Святой Елены. Он там был полновластным хозяином, не допускал туда даже губернатора острова Хадсон-Лоу, потому что этот англичанин не признавал императорский титул Наполеона. Англичане вообще не признавали императорский титул, считали, что он незаконный. Согласны были только генералом называть, а он так общаться не хотел, поэтому даже очень редко туда приезжал губернатор острова. Окружали Наполеона его генералы, которые вместе с ним воевали. Это те, кого я назвал Гурго и Монталон, добровольно с ним в ссылку поехали. Вместе с женами там они находились. Личный коммергенер Констан, который тоже записки оставил после себя. Несколько лечащих врачей. Это либо французы были, либо английские врачи, которых приглашали для лечения Наполеона. Очень часто гости приезжали к нему туда, на этот остров, которые восхищались Наполеоном, хотели с ним увидеться. Или просто как туристы поглазеть на этого великого человека, оставшегося таким вот одиноким на острове. Народу там было очень много. И многие из них оставили мемуары, описания своих встреч с бывшим императором. Первые годы ссылки Наполеон был бодр и энергичен. Он искренне надеялся, что расклад в силы Европе еще изменится в выгодную для него сторону. Но ожидания не оправдались. А у самого бывшего императора возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он стал полнеть, появилась слабость, тяжесть в желудке, одышка. К концу 1819 года состояние императора было уже очень серьезным. По воспоминаниям его ближайшего окружения, цвет лица стал серым, взор потух, пропал интерес к жизни. Его часто мучили головные боли, а иногда он даже терял сознание. В марте 1821-го Наполеон практически перестал вставать с постели. По его приказу перед ним поставили бюст сына, на который он смотрел часами. Наполеон Бонапарт умер 5 мая 1821 года в 17 часов 49 минут. Ему был 51 год. Даже для начала XIX века это отнюдь непреклонный возраст. В результате появилась версия, что бывшего императора отравили. К тому же сам Наполеон за неделю до кончины диктует текст завещания, сказал «Меня убила английская олигархия». В середине XX века теория с отравлением получила еще большее распространение. После того, как английские ученые проанализировали химический состав волос Наполеона, они обнаружили, что концентрация мышьяка в 10 раз превышает норму. Критики этой версии отмечают, что в первой половине XIX века мышьяк входил в состав многих медицинских препаратов. И его наличие в организме Наполеона еще не свидетельствует о намеренном отравлении. Ликвидация императора была невыгодна самим англичанам, говорит Александр Орлов. Это самая распространенная версия отравления мышьяком, версия политическая, о том, что необходимо было ликвидировать Наполеона, устранить его. И это было выгодно англичанам. Но мне самому кажется, что версия эта не выдерживает критики никакой, потому что он был уже в изоляции, Наполеон, на этом острове. Никуда он оттуда не мог выехать с этого острова. Остров постоянно охранялся английскими военными кораблями. Так что смысла никакого отравить Наполеона не было у англичан. Тем более не только англичане там одни его охраняли, а там были комиссары от всех великих держав, которые принимали участие в борьбе с Францией. И от России, и от Пруссии, и от Австрийской империи. Количество оттуда людей, путешественников. То есть отравить императора, это значило выставить себя на позор перед всем светом. Были и другие предположения причины смерти Наполеона. Например, что он пал жертвой неправильного лечения. Или что у него было некое гормональное заболевание. Официальная же версия гласит, Наполеон Бонапарт I, как и его отец, скончался от рака желудка. В то же время лечащий врач полагал, что император страдал от гепатита. Это весьма правдоподобная причина, считает Александр Орлов. Две этих болезни, рак желудка, когда стенка желудка уже почти разрушена была, и заболевание гепатитом, повлиявшее на печень, они привели к страшным мучениям, страданиям в конце жизни. И вот такой вот быстрой смерти. Лечили императора препаратами, которые в себе мышьяк содержали. Это в традициях того времени было. Кроме того, мышьяк применялся при окраске стен, при изготовлении посуды, которая была у императора. Так что, если находят в останках или в волосах повышенное содержание мышьяка, это, в принципе, ни о чем не говорит. Есть протоколы вскрытия императора, которые написали его лечащие врачи, и там четко указано в этих протоколах, что вот рак желудка плюс гепатит, который развился от пребывания в нездоровой обстановке. Первоначальным местом захоронения Наполеона стала долина Герани на острове Святой Елены. Только в 1840 году Лондон разрешил перезахоронить его во Франции. Запаянный трехслойный свинцовый гроб погрузили на корабль и привезли в Париж. 15 декабря, несмотря на снежную бурю, почти весь город присутствовал на похоронах императора. Скорбный кортеж прошел под триофальной аркой, по Елисейским полям до дома инвалидов. Таким образом, была исполнена воля Наполеона Бонапарта, который хотел найти последний приют во Франции. В стране, которую он прославил на весь мир и изменил навсегда. Для самих же французов Наполеон остается весьма неоднозначной фигурой, говорит Александр Орлов. С одной стороны, гордятся, конечно, Наполеоном. Но это самый известный француз, наверное, всех времен и народов, хотя по национальности он не был французом. Интеллигенция французская относится очень настороженно. Не хочет воспитывать подрастающее поколение на милитаристских примерах. На примерах, когда вот Франция воевала, сражалась за границами, теряла большое количество своих граждан. Потом война, в конце концов, пришла на территорию Франции. Это не воспринимается как хороший пример для подрастающего поколения. Поэтому, насколько я знаю, в школьных учебниках очень так быстро, с корговоркой, говорится о том, что была вот такая великая революция. Она сломала старый порядок во Франции. Несколько попыток установления диктатуры. Робеспьер, там, или Жан-Поль Борас, лидер термидарианцев. Потом Наполеон пришел к власти. Он начал что-то создавать, ситуацию социальной стабильности, создавать во Франции. Но его неумеренная жажда завоеваний, его авантюристический характер, стремление все поставить на карту ради большого выигрыша, они привели Францию к катастрофе. Тем не менее, Наполеона восхищались и продолжают восхищаться до сих пор. Его поклонники приписывали ему сверхчеловеческие способности. Якобы он обладал превосходным интеллектом, читал со скоростью около двух тысяч слов в минуту. У него была феноменальная память. Кроме того, он поражал современников удивительной выносливостью и фантастической работоспособностью. Мог на протяжении многих суток спать не более двух-трех часов. Все это вместе с величайшей силой духа и харизматичностью создает особенный образ французского императора. Не случайно, согласно недавним исследованиям, до 80% туристов, которые посещают Ватерлоу, убеждены, что в этом сражении победу одержал именно Наполеон. А что такое история, как не ложь, с которой все согласны, любил повторять сам полководец. Это настоящий романтический герой, отмечает Александр Орлов. Романтики восхищались постоянно Наполеоном. Это человек, который смог преодолеть судьбу. Судьба ему назначила небольшую должность, там, младший лейтенант артиллерии. Ну, как он мог подняться до капитана в королевской армии, например. Но во время бурных событий революции он сам разрушил вот эту вот свою судьбу, которая была ему богом назначена. Сам творил себя, создавал великое государство, боролся, сражался, разрушал государство. То есть чисто романтический герой сумел преодолеть судьбу. Это было очень популярно в начале XIX века, когда романтизм развивался как литературное направление, и многие писатели, поэты, романтики и в Европе, и в России сделали Наполеона героем своих произведений. Сражаться, бороться, победить судьбу, создать что-то такое, что потом тебе будут до конца жизни, и даже после смерти, благодарны. Вообще биография Наполеона – это яркий пример жизни по-настоящему талантливой личности. Более того, он сумел реализовать свои таланты не только как военачальник, но и как государственный деятель. Он провел ряд административных реформ, заложил основы современной промышленности во Франции. Почетный легион, который сформировал Наполеон, существует и в настоящее время, а награждение Ордена Почетного Легиона считается престижным во всем мире. Его именем названа целая эпоха, а современные нормы демократии западных стран основаны на наполеоновском праве, отмечает Александр Орлов. Наполеон в полной мере реализовал все свои таланты, которые у него были, и как государственный деятель, и как полководец, и как человек, который создал Гражданский кодекс Франции, свод законов, создал ситуацию социальной стабильности, примирил граждующие партии. То есть где-то примерно 10 лет, с 1799 по 1810 год, Франция развивалась стабильно. Франция развивалась благодаря тем возможностям, которые оставила революция, и тому, что эти возможности гарантировал Наполеон Бонапарт. По-моему, он больше сделать не мог, чем он сделал. Уже там следующая его деятельность после 1810 года, это деятельность негативная для Франции. Деятельность, которая привела к разгрому 1812, потом разгрому 13, поражению 14 года, когда первый раз отрекся Наполеон от престола, и потом даже вернувшись обратно во Францию в 1815 году, и предложив снова свой проект Франции, он не смог добиться реализации этого проекта. Поражение при Батерлоу, оно обязательно было бы это поражение, потому что уже вся Европа боролась против Наполеона, она закончила историю Наполеоновской империи. И возрождение этой империи, оно уже в таком виде больше не было возможно. Редактор субтитров А.Семкин,